У нас это диагностика организма, что о чем говорит, о лечении болезней, ответы на вопросы, возможности домашнего омоложения организма. И естественно, постараемся здесь с вами продемонстрировать, как надо подходить в случае того иного заболевания. Ну, я вот вам говорил, что я сейчас свои книги делаю так, как хочу, то есть в Версаве и все такое смотрю. И вот я между тем, смотрю там по письмам, в 90-е годы интернета не было, мне очень много приходилось писем, что там, как там чистил. И я просто опять-таки читаю, и даже сам удивляюсь, значит, во время чистки кишечника там выходили столько слизи, столько там веки. И потом говорят, о, оздоровление, это отпало, то отпало. И я что сейчас хочу сказать. Значит, важно понимать, первое, что организм, система самовосстанавливающая, значит, надо создать только условия для этого восстановления. То есть, вот, как бы сказать, важный подход и первый подход. Создаем условия для самовосстановления. Первым этапом это будет очищение организма. Очищение организма в основном, значит, в виде у нас скапливаются разного рода шлаки. Освобожусь. Вот у меня тут маленький комплекс неполноценности. Вдруг метро сдали от сдали, а тут ремень. Вот это как спереди, а тут ремень. Давай. Особенно женщины, они так на руку реагируют. Да, сегодня, Дмитрий, на меня так медицинин что-то смотрел, смотрел. Не знаю. Так вот, значит, смотрите, где у нас в основном скапливаются шлаки. Первое, толстый кишечник. Толстый кишечник это такое образование. С одной стороны, это корень организма, который питает микрофлотом, который нас защищает. Дополнительно переваривает. Даже микробы, когда размножаются, они выделяют энергию и идет обогрение. Потому что я когда наладал, нужно, когда это. А микрофон не нужен? Нет, микрофон не нужен, но флешечку туда дальше мы вставим, так к 12. А в 12 ближе, да? Да, ближе к 12, то есть, что и ставим, потом. А, все, спасибо. Вот, поэтому первый, как бы сказать, этап. Желательно очистить толстый кишечник. Значит, очищать его по-всякому можно быстро, клизмами. Есть уже изобрели экологику машины, ну это медицинские, значит, учреждения. Те сразу там вливается, там может литров 50 воды. То есть она заходит, сразу же выливается и так далее. Ну, в домашних условиях можно, значит, с помощью процедуры поизменения очистить. А можно просто-напросто, знаете что, свое питание ежедневное, потихонечку сделать так, что где-то процентов 50-60 были тушеные овощи. Вот, сырые, не надо. В сырые наш, не каждый, всеоритетный тракт будет нормально переладить. Как правило, образуются грозы, человека там пучит и так далее. А вот тушеные, тушеные, только раз, прекрасно. Значит, тушим какие лучше всего? Вот какой-то спрашивал про капусту. Я. Отличная капуста. В сыром виде пучит. В тушеном виде, знаете, отлично. То есть, основа такая вот капуста. Значит, дальше идут туда морковочка, а без накала лучок. А дальше что там, знаете, оттуда вот сейчас. Пойдут там баклажанчики, там такое вот. Потихонечку добавляем помидорчики, знаете, что появляется. А потом уже переходим на, так сказать, на сырые. И как только, смотрите, у вас начинает, вот тут идет диагностика, начинает пучить, значит, сразу переходите или уменьшаете количество этих овощей, или же переходите на тушеные, меньше тушеночка. Вот это все хорошо. Дальше у нас идет, очищаем хорошо. Это каши. Каши цельные, любые, которые вам нравятся. Приготовьте их так, как вы считаете нужным. Обязательно добавьте топленое масло. Вот топленое масло, вот я до этого вам помню, все, что пройдено через огонь, через теплоту, оно приобретает вот это теплое свойство, которое способствует пищеварение. И если возвращаясь еще, так сказать, к теплому маслу, знаете, что делали? Им, естественно, можно смазывать тоже все тело, для того, чтобы оно было помягче, там, связки, вот эти вот, знаете, вот, как это вот все это вот, чтобы помягче было втирать туда, это же тоже топленое масло, потом разумать. Значит, есть у индусов такая интересная процедура. Они вот так вот стерутся, примерно, как мы с вами, да? И втирают в кожу головы топленое масло. Топленое масло потихонечку, вот мы думаем, что она тут и остановилась. Нет, она потихонечку проникает туда аж в мозг, и сосудики делают эластичными. А что это те люди, у которых могут быть инфаркты, инсульты, вот, связанные с головой, вот, можно, значит, стирать вот это вот, вот, кокосовое масло. Ну, вот, кокосовое масло, оно уже не прошло без нового обработки. Вот, в основном, думаю, хотя я думаю, что в любом случае любое масло будет действовать на сосуде вот так, смягчать, но, говорилось конкретно о топленом масле, поэтому я вам говорю только о топленом масле, да? Так, значит, вот это вот, втирая, мы теперь самое делаем. Ну, вернемся к нашему очищению и к собственной системе. Значит, мы с вами должны очистить кишечник. Кишечник, значит, мы лучше всего очищаем. Есть такие салаты, метелки, но, опять-таки, если они сырые, это, как правило, капуста, туда морковка, свеколка там это натирается, масло подсолнечное, вот, они рафинированы, и кушаете. Вы поступаете так, тушеные овощи ели, а салат, метелку, знаете, раз в три дня, раз в три дня, потому что, если их зарядить каждый день, как правило, будет уточить. Да, нет, это неприятно, значит. И неприятно, да? Само-метелка, это сырое, значит, это, да? Это сырое, значит, важно, да? И знаете, что тогда вы делаете, вот, неприятно. Тут все идет, упирается в рецептуру, а вы, значит, сделаете так, вы, значит, как косточку на мелкой терке, если она на крупной терке, она вот эта, на мелкой терке. Можете и на крупной терке. И смотрите, сделайте так, 50% капусты, 50% можно, ну, яблочко порезать мелкой, ну, надо его натирать, оно сразу окисляется. Туда добавим, значит, морковь и немножечко свеклу. Свеклу даже можно сделать слегка отварную. Вот знаете, отварить так, чтобы она хрустела. Она же, бывает, сырая, вообще, там, не улыбка, да? А есть вот такая, ну, этого маслица. Вот покомбинируйте так, чтобы вам-то там все было приятно. И оно потихонечку зависит, чтобы она маленько очистит. Все это должно быть. А квашеная капуста? Что? Квашеная капуста. Квашеная капуста тоже нормальная вещь, но она не будет обладать таким вот, как бы, скажем так, очищающим свойством, как вот сырая. А вот тушеные овощи, они просто потихонечку, мягенько, знаете, все это очистят. Почему я говорю, вот, тушеные овощи? Потому что мы не заглядываем в свой толстый кишечник, он бывает там какой-то там холид, или еще какое-то такое заболевание, мы не догадываемся, кажется, о нем. И вот когда тушеные овощи, они все это мягенько, так сказать, сделать. А когда сырые, ну, вот просто повлазят различные болячки, которые не были видны. Вот, толстый кишечник, значит, мы очищаем. И постарайтесь вообще так свое питание сделать. Нам уже не надо никуда расти. Мы чуть только начинаем больше есть, у нас все там в жир откладывается. Чтоб 50% вашего рациона дневного. Это были овощи. Овощи тушеные. И вот тут уже комбинируйте. Зима, значит, капуста, там, морковка, что-то там, вот это. Лето, значит, уже пойдут помидорчики, свежие огурчики. Я там с Ганечкиной беседовал. Она, значит, говорит, вот, чтобы обеспечить противораковую защиту организма, а рак, оказывается, боится красного, она там съедала килограмм, ну, примерно, 40, если не больше, 60 помидоров в течение этого лета. То есть, ну, это течение лета. То есть, конечно... А помидоры противораковые, что помидоры противораковые, это и йоги выделили? И йоги, она там где-то вычитала, и там... А вот лопает она во всем. Вот, значит, толстый кишечник. Дальше. Если мы с вами... Следующее, важная вещь, это у нас печень. Древние называли царица старшая. И, значит, почему печень? Вчера пришла женщина и, значит, показала там под коленой у нее, значит, вот... Значит, что с ней произошло? Она попала еще лет, там, 20-30 назад в аварию, и ей подчинили коленку, так вот, вбили штырь. Естественно, сначала все это было нормально, но потом что-то она все-таки это все со временем перекрылась. И у нее обычно, как произведенный лимфостаз, лимфостаз, это опускается жидкость лимфа к ноге, и на вот это я вот, выходит, понимаете, вот это я вот. А тут интересно, как-то воле нормально, а он именно вот отсюда. Значит, отток, как правило, отток, как правило, вот лимфы, крови, он вот здесь, если здесь что-то запирается, значит, вот здесь вот. Так вот, смотрите, отток лимфы, отток крови весь связан с печенью. И как только печень у нас, как фильтр, начинает хуже работать, создается давление венозной системе, особенно в ногах, особенно в прямокишечных венах, и они начинают раздуваться, и получаются вот такие неприятные вещи, как галлюкозное расширение вен, геморрой. И даже я смотрел старые антиклопедии советские, они сейчас фотографируют и опубликают портал, но как-то они вот так вот патонировали, все это сделано, сняли, и представляете, вот эти вот вены, они расширены здесь, вот так вот видны, то есть ненормально. Как голова там медуза, они называют, еще как-то, еще и как-то, еще как-то. Поэтому обращаем внимание на печень. Печень вообще очень быстро восстанавливается, но для того, чтобы она восстанавливалась, необходимо, естественно, создать условие и первым делом ее очистить, да, чтобы нормально циркулировала все наши жидкости. Вот, для этого, для этого. А она способна сама тоже очищаться. Но, смотрите, что ее, так сказать, забивает? Вот забивает, в первую очередь, это мучные изделия, которые делают наши крови. Вот, вы сразу представляете, вот вы съели, допустим, печенье, хлеб, еще что-то, и вот эти крахмалистые частицы туда раз попадают в кровь, и у них уже кровь стала гуще. Естественно, идет сюда, и это все начинает у вас, как бы сказать, хуже работать. Поэтому, как только мы едим поменьше крахмалистой пищи, самое интересное, той крахмалистой пищи, которая сделана из муки. Вот если каша, вот по-другому действует каша, понимаете? Нормально. Как только мука, все. Мука, слово, ибо, мука, мука, они похожи. Вот, то есть мучное, да, сладкое. Постарайтесь здесь, и, знаете, от сладкого, опять-таки, сахара, сладкий сахар, ну, сахар, он, оказывается, сушит. Самое интересное, он сушит, посмотрите. О, поэтому постарайтесь его заменить. Ну, мед будет дороговато там, а кто привык, лучше всего, знаете, в сладости, это, будем говорить, сухофрукты, сушка сухофрукты, писта это будет у вас, в том количестве, в каком вам надо, да? Жареный не надо есть еще. Жареный. Теперь смотрите, вот, насчет жареного, вы подсказали, да? Жареное, это, в первую очередь, опять-таки, жир, который попадает в круг. Что он делает? Он ее делает вязкой, да? Она сразу вязкой, пошла-пошла, естественно, тут она как... и все, все у нас завязано. Поэтому вот кость, чем хорошо, вот сейчас как раз начнется тем, что мы с вами жирного не едим, и вот то, что накопилось у нас здесь, оно потихонечку, 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 потихонечку будет вымываться, и после окончания поста очистится. То есть пость идет как своеобразный, вот такой вот оздоровительный метод по очистке, оздоровлению всего организма. Видите, как она действует? Скажите, пожалуйста, о макаронном изделии. Макаронное изделие то же самое, потому что это уже мука. Вот все, что сделано из муки, постарайтесь это все забыть, если вы хотите увидеть. И твердый сарта макарон. То же самое, да? Итальянцы. Итальянцы едят и говорят, что не вредно. Ну, они едят, вдобавоке, там много еще этих салатов. А вот такие, а вот такие. Ладно, ладно, попробуйте эти, поймите поесть, твердый сарта пшеницы, твердый сарта пшеницы. А кто мне скажет, а в чем разница? Мягкие, так, сарта пшеницы твердая, тверканица. Потому что разваривается. Мягкие сарта не быстро развариваются, а твердые сарты не развариваются. Клейка. И вот это вот слово ключевое. Клейка. Если она клеит где-то здесь, то так же она будет клеить и здесь. Так вот, оказывается, твердые сарта, а то есть вот на одной передаче добивался специалиста, вот мягкие сарта твердые, а в чем разница? В чем разница? И вот, в конце концов, я знал об этом, но хотел, чтобы она это сказала. Потому что никто ничего не говорит. Да, ешьте, ешьте. Оказывается, все дело в содержании клейковины, которая, вот само слово клейковина, она так же будет клеить внутри вот эти все вещи. И если она проходит через печень, и печень вы все видите, какая у нее консистенция, она ее буквально, так как вы знаете, зацементирует, и все. И кровь не проходит. Раз она не проходит отток, она в основном отток играет. Значит, у нас начинают вот эти вот ноги дуться. Сначала оттеки появляются, потом вены расширяются. Ну, кого как там. Даже сердце болит отток. Сердце болит, все, 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 все. Вот. Значит, она потихонечку очищается. Просто она просто, надо внутри себя, знаете, как инженерал понимать, что вот эти клейковина, вот это, значит, крахмал, вот это жир. Есть, правда, знаете, жир. Интересно сейчас расскажу. Вот была реклама, я ее смотрел, ну, насколько они тупые люди. Вот они, значит, продавали жир глубоководных рыб. А мне, а ты, тара-та-та-та-та-та-та-та, это вот покупайте, покупайте, покупайте. Но не было сказано основного. Я смотрел на них, ну, знаете, вот, хороший продукт, они его не могут представить. Оказывается, когда рыба глубоководная, плавает там, то есть температура, обычно, 4 градуса Цельсия, у нее все жидкостные среды должны замерзать. Но благодаря вот этому вот жиру глубоководному, даже не омега-3, не омега-это, не надо даже брать это понятие, благодаря этому жиру все эти жидкостные среды текучие. То есть на них ни холод, ни вред, он от нас сразу все сковывает. Вот. И если мы эту жиручку побежим, то тем самым мы делаем очень текучие, даже растворяем свои собственные холестерин и так далее, в свое собственное родительство. Вот она польза. Не надо там 3, 6, 9 эти апреля на рыб. Это все лишь. Главное сказать, что вон она, упакованная рыба, плавая, при температуре 4 градуса, потому что там больше температуры, вернее, меньше не бывает. И за счет этого своего жира она сохраняет текучесть силы. Поэтому, если жирочек имеется вот такой, вот такой, вот такой, в море-бородных рыб, вы дополнительно можете его там поприменять, чтобы он подоширил. А так, в основном, действует вот хорошо, вот опять-таки, хорошо действует, как желчеводный эффект, а как это масло. То есть у нас, опять-таки, представляем печень, там происходит распад крови, ну естественно, не всей крови, а частично кровь тоже, я не знаю, я уже не помню, сколько она там, красные кровяные телеца живут, то ли три месяца, то ли меньше, то ли больше, но не старятся и заменяются, да, распадаются. Вот, здесь идет распад этих всех красных кровяных телец, образовываются, значит, вот и вязкие какие-то вещества, и вязкие вещества, и скапливаются они, да, в виде уже желчи. И как только, вот смотрите, питание должно быть не раз в день, не на ночь, оно должно быть вот раза три, лучше четыре. И, если мы в масло добавляем, у нас идет желчеводный эффект, то есть она постоянно сбрасывается, желчь в масло составится, а как только зажигается желчь, она начинает потихонечку вот так вот комковаться, прессоваться, хуже проходить, и потом уже клеятся эти камни. У вас сейчас вопрос вот походу. Давайте. Вот вы говорите, Розаев, вот сейчас кост, ничего не ешьте жирного, а масло, оно не относится к жирному? Ну, оно относится к жирному. Ну, оно относится к жирному. Два раза в неделю. Вы можете это масло... А сейчас там было вообще без ничего. Ну, ничего, есть еще, есть еще... Посоли с понедельником вообще хлебом отдать. Ну, знаешь, я вот так, я думал, просто даже, он левый, он говорит, давайте ажмашку, полечим. Нет, 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 нет. Ну, слушай, ты сейчас... Значит, раз за два, достаточно два. Дело в том, что если вообще-то, много мы просто привыкли, если вообще-то не использовать жиры, ну, как это там рекомендуется, в какой-то период, то там тоже, раз жира нету, он тоже будет выходням. Ну, просто, просто, как бы сказать, этот вот жёлчный пузырь, он больше работает на масла. То есть, если так, пищи нету у нас никакого жира, она так, ну, потихонечку, что-то там, своё дело, естественно, делает там, да? а когда и есть, она так мощнее, только раз, и жёлчный пузырь, там, выбрасывается, и поле, так, лучше. Так, что дальше, значит, дальше понимать надо? Это я только сказал, что кровообращение завязано у нас на печени, на печени у нас завязаны все обмены веществ, всё, что вы тут знаете, вот там происходит гормональный, витаминный, минеральный, полеводный, белковый, там, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И как только, интересно, вот клеточки начинают работать в печени, как надо, знаете, идёт сразу резкое, заметное омоложение обмены. вот сразу чувствуется лучше, там связочки становятся лучше, из-за этих, вот. Поэтому, поэтому, значит, на печень обращаем большую нюху. Что можно ещё самостоятельно делать? Самостоятельно делать можно массажем небольшой. Вот она у нас в плече. Мы с вами берем, обычно ложимся и ножки, чтобы у нас были вверху, тогда у нас брюшная полноса расслабляется, и мы массажем, печень мягенькая консистенция у неё, она хорошо продавливается, наполняется, продавили круг, вышла, не придавливала, она расширилась, как будто там попиталась, то есть мы за ним ухаживаем. И есть, кстати, органы, с которыми можно разговаривать, печень, печень довольно-таки хорошо откликается на вот эти все внешние воздействия, на наши воздействия, на наши уговоры умственные, вот, и она очень быстро восстанавливается, это один из органов, который быстро восстанавливается, да. Далее, чтобы все еще быстрее восстанавливаться, можно, значит, добавить расторопшин, она стоит там копейки, кстати, очень хорошо, вот, когда вы будете добавлять проросшие зерна, это тоже будет то, что надо там для печени, для кишечника, отлично, знаете, организм будет радоваться, как бы сказать, холодить, о, вот это именно то, что я хочу. Я как раз нашел в магазин, вот здесь вот, на Протопоковском, где-то, один, два, перекрестика? Да, на перекрестик. Вот в белой. И спросили, есть у вас проросшая пшеница? Они сказали, что нету проросшей пшеницы. Думала, она бывает, продается такими там пакетиками, как в магазин здорового питания. Ну, а зерна там в Астане нету, я просто поинтересовался. Значит, мы с вами печенку там, будем говорить, воздействуем. И дальше, смотрите, дальше мы желательно... Вот вы сказали, извините, пожалуйста, я на сайте, про Расторопшу. Это что? Значит, Расторопшу это трава, которая продается в аптеках, ее можно там привезти. Как правило, это семена. Вот. Есть семена, есть шрот. Если семена, значит, их надо на кофемолочке перемолоть и по чайной ложечке там с утра на дощах или даже можно с едой вместе снять. Просто по чайной ложечке обязательно. А если просто завалить в термосе эти семена, можно? Семена в термосе. Да вот считается все-таки лучше чтобы их как-то перемолоть и это, чтобы она вот так сошла. Хотя можно и так. Но вот смотрите, что используют из Расторопши? Используют семена, мелят и вот так, как вы. Используют шрот. Эти семена раздавили, масло выдавили, а шрот остается там еще и масло много, и тех веществ, которые нужно. И на корейших используют масло Расторопши. Тоже такое, понимаете? Все это можно использовать, все, что там достанет. Скажите, пожалуйста, о отрубе. Как к отрубям относятся? Значит, отрубе, ну, нормально к отрубям, конечно, а относимся, почему бы, и нет. Вот. Ну, просто, когда вы будете в течение дня съедать, значит, где-то 50-60% своей пищи из овощей, фруктов, там вот достаточно перчатки, которые там... А вот в отрубях, естественно, отруби, отруби, отруби. Вот. Все-таки отрубя, они какие? Они сухие, там или еще, подскажите, я бы... чешуйки, это чешуйки от зерна. Это когда зерно обработать, верхнюю часть отрубка. То есть, это оболочка, да? Обсялые пшеничные... Можно, можно использовать обсялые пшеничные, это... Это нормальные и так далее. Ну, только они будут по-сторону действовать, и так у нас больше петчатка, которая... Ветелка, ветелка, вот там очищать. А вот, что касается проросшей пшеницы, она будет действовать и как метелка, и жизнь, жизнь добавляет, жизнь в ингредиции, и плюс витамины, которые там еще самые активные форты. Так. Скажите, пожалуйста, там принятное масло, ион, как действует? В зернах? Она не больше в молоке еще действует. То есть, это вот как раз различные особенности применения продуктов. Допустим, есть продукты, которые обволакивающие. Вот у них есть такая слизь, нора. Это хорошо, когда какие-то проблемы с желудочно-кишечным фактором. Кстати, можно и семена, и заваривать, и это... Потому что, когда идет вот этот гель, вот этот, вот этот, желе, оно тоже хорошо всасывается, взбирается разного рода шлаки и выводит на организм. То есть, можете такой киселок там делать, можете, ну, какой-то там продукт из них делать и употреблять, там, допустим, раз, там, в неделю, два раза в неделю, как вы там привыклилить, потому что, ну, я вот больше проросшившую пшеницу и как-то, у нас и внуло, я его использую, лед я, в смысле, слышал, в аптеках его можно там купить, действительно, настоять, использовать. Вот. Дальше, это что касается питания, постарайтесь сделать его, чтобы оно у вас где-то было, ну, хотя бы 50% тушеные овощи, разные там, фрукты, да-да-да-да-да-да-да-да-де-де-де-де-де. Вот. Если тушеные овощи, это более-менее, как-то, еще дешевое питание будет, и нормально нам будет там действовать. А без знака, чтобы там присутствовали морковка, свекла, капуста, ну, и даже там, паклажа, или еще что-то там такое. А картошка вообще свечет, да? Так, Картошку, картошку тоже вы делаете, картошечку, или отдельный прием пищи, и ешь с этим, с овощами. Это будет очень хорошо. Кстати, если, знаете, мы разделяем приемы пищи, вот берем овощи, и с ними съедаем кашу, либо с ними съедаем, ну, мясо, что-то такое. Получается очень интересный эффект. Пищеварение легкое, и человек, значит, стройнее. от 50-го яблова. Раз, вот так вот, попустился. Если мы вместе снять кашу и мясо вместе, то уже эффект как-то не такой. Тяжело. То есть вы заметите, как только вы начнете питаться, это вот все говорят, и я говорю, так как питался, овощи, каша, овощи, мясо, вы почувствуете, что желудок начал, в пищеварной системе работать намного легче. стул появляется, стул появляется. Это растельное, как же питание. Это сочетаемые продукты. Да, и сочетаемые продукты, потому что, чтобы перевалилась с мясо или картошка, надо создать чуть более в желудке, которые с поскольку перевалить. Это, вернее, так получается, смотрите, если мы съели мясо с картошки, желудок реагирует на мясо, и его надо обработать. А картошка больше переваливается не в желудке, она там будет, знаете, тут мы хорошенько должны прожевать, она быстренько покидает у нас в желудок, и начинается дальше расщепление углеводов в тон, как решитель. А вот мясо, оно должно полежать вот на бухну, и там как-то обработаться в желудке. И когда эти два продукта раз, мясо вроде бы лежит, поглотается, а картофель начинает уже там такие процессы эти плохие, то есть забраживает, изображивает, ну, разбивается. Пюре картофеля с сосиской значит плохо? Пуре картофеля наверное, очень тогда будет легко и как-то привыкнуть. А то сначала будет такое чувство, что он никак не наелся, нет той привычной тяжести, которую мы имеем в желудке. И и сон не будут клонить. Если начинают после еды клонить в сон, это говорит о том, что вы переели, и основное подкрепление нервной организма тратится на переваливание пищи. А вот так вы почувствуете, что и на переваливании энергии есть. И мы такие модельки, ходим и хорошо.